Уважаемые коллеги, вы получили члены президиума, разрешите сказать, что здесь мой доклад. Наше исследование... Микрофон. Наше исследование состояло из двух частей. В первой части исследования мы исследовали эффективность обезболивания предстательной железы. Для этого 90 пациентов были случайным образом разделены на три группы. В первой группе пациенты получали две инъекции парапростатических под контролем трузи в зону верхушки простаты. По 5 мл с каждой стороны 1% раствора лидокаина. Во второй группе для обезболивания предстательной железы мы применяли смесь лидокаина и прилокаина. Это называется препарат Эмла, который мы вводили за 15-20 минут до процедуры интерректально. И в третьей контрольной группе мы не применяли никакого обезболивания. Пациентам говорилось, что они получают обезболивающий гель. Реально им вводился гель для ультразвукового исследования. Боль мы оценивали, как показано на данном слайде, по двум шкалам. Первая – это 10-байная линейная визуально-аналоговая шкала оценки боли. И вторая шкала – это 5-байная цифровая визуальная шкала оценки боли. Оценки по ней могут быть от 0 до 4 баллов. Ну и, соответственно, по первой шкале – от 0 до 10. Во второй части нашего исследования, в которую вошли 60 пациентов из той же группы, мы анализировали возможность фиксации биоптатов, полученных при биопсии предстательным железы, новым методом. Для этого также пациентов случайным образом разделили на две группы по 30 человек в каждой. В первой группе фиксировали образцы биопсии простаты свободно плавающими в формалине, как это делается традиционно и делается во многих клиниках. А во второй группе мы укладывали биоптаты на сгиб фильтровальной бумаги, как это показано на данном слайде. То есть мы проводили открытой иглой биопсийной по сгибу фильтровальной бумаги. Биоптат оставался, как показано на слайде, на сгибе. И затем мы бумагу сворачивали в другую сторону. Таким образом биоптат оказывался вот таким образом уложенный в бумагу. Бумажки эти были заранее пронумерованы карандашом. И свернутые листки бумаги помещались в гистологическую кассету, которая уже целиком опускалась в раствор формалина и отправлялась, соответственно, в морфологическую лабораторию. Переходя к анализу наших данных, соответственно, по первой нашей большой группе 90 пациентов, это что касается обезболивания биопсии. Вы видите на данном слайде степень оценки боли по каждой из двух шкал. При перепростатической блокаде, надо сказать, что оценки боли были минимальными. При применении ЭМЛа они были чуть выше. И при применении ультразвукового геля, как вы видите, они были максимальными. При этом надо сказать, что статистически достоверная разница была только между перепростатическим блоком и двумя другими группами. Между ЭМЛой и применением плацебо статистической разницы нам выявить не удалось. Что касается нашей второй группы, которая посвящена фиксации биопсийного материала, то мы оценивали процент выявления рака среди пациентов. Надо сразу оговориться, что во вторую группу мы брали пациентов с ПСА до 10 нанограмм на миллилитр с нормальным пальцевым рактальным исследованием, чтобы исключить пациентов с распространенным раком, поскольку у них найти опухоль и в итоге 12-точечной биопсии, и в итоге 6-точечной биопсии достаточно легко. То есть здесь были пациенты с ПСА до 10. Так вот, в первой группе, где мы использовали рутинный метод фиксации гистологического материала, наш результат был 30% выявления рака. Во второй группе, где мы использовали свернутые вдвое бумажки, процент выявления рака составил 46,6% пациентов. При этом надо отметить, что наши морфологи отмечали значительно более лучшее качество материала, и площадь, соответственно, срезов биоптатов при использовании нашего метода также была выше. Также необходимо отметить, что если вы хотите применять этот метод в практике, то бумажки должны быть смочены либо физиологическим раствором, либо формалином до биопсии, потому что наш предварительный опыт свидетельствует о том, что если биоптат уложить на сухую бумагу, либо фильтровальную, либо обычную бумагу, это приводит к тому, что биоптат практически намертво прилипает к поверхности бумаги, это первое. А второе, в нем патологи видят изменения, связанные с быстрой дегидратацией. То есть бумага забирает из себя воду из биоптата и меняет его морфологическую структуру. И таким образом трактовка результатов становится затруднительной. Таким образом, переходя к выводам, для улучшения переносимости биопсии предстоятельной железы пациентам следует применять перепростатическую нервную буокаду однопроцентным раствором ледокаина в зоне верхушки. Также следует отметить, что мы оценивали осложнение, и этот метод не увеличивал количество осложнений. Второе, полученные нами данные свидетельствуют, что новый метод фиксации биопсийного материала приводит к повышению выявляемости рака предстоятельной железы в данной группе, а также является более удобным методом получения гистологического материала для морфологов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей.